Глава четырнадцатая. Швейк в денщиках у поручика Лукаша. Часть первая. Недолго длилось счастье Швейка. Жестокая судьба прервала его приятельские отношения с Фельдкуратом. Если до сих пор Фельдкурат был личностью симпатичной, то последний его поступок сорвал с него эту маску. Фельдкурат продал Швейка поручику Лукашу, или, точнее говоря, проиграл его в карты. Так некогда продавали в России крепостных. Произошло все это совершенно случайно. У поручика Лукаша собралась однажды теплая компания. Играли в двадцать одно. Фельдкурат все проиграл и заявил, сколько дадите мне в долг под моего денщика. Страшный болван, но фигура призанятная и нечто неповторимое. Ручаюсь, что такого денщика ни у кого из вас еще не было. — Даю сто крон, — предложил поручик Лукаш. — Если до послезавтра их не вернешь, то пошлешь мне этот редкостный экземпляр. Мой денщик отвратительный тип. Вечно вздыхает, пишет домой письма и при этом ворует все, что попало. Бил я его, не действует. Каждый раз при встрече получает от меня подзатыльники, но и это не помогает. Я вышиб ему два передних зуба, и это его не исправило. — Идет, — легкомысленно согласился Фельдкурат. — Послезавтра получишь или сто крон, или швейка. Он проиграл и эти сто крон, и опечаленный побрел домой. Вот так ац прекрасно знал и нисколько не сомневался, что до послезавтра денег ему нигде не раздобыть, и что, собственно говоря, он гнусно и вместе с тем дешево продал швейка. — Нужно было взять двести крон, — упрекал он себя. Садясь же в трамвай, который через несколько минут должен был довезти его до дому, он ощутил угрызение совести и почувствовал приступ сентиментальности. — Это некрасиво с моей стороны, — думал он, звоня к себе в квартиру. — Как я теперь посмотрю в его глупые добрые глаза? — Милый швейк, — сказал он, входя в комнату, — со мной нынче произошел необыкновенный случай. Мне чертовски не везло в игре. Понимаете, пошел ва-банк. На руках у меня туз, прикупаю десятку. У банкомета на руках был всего валет, и все-таки он тоже набрал до двадцати одного. Потом я несколько раз ставил на туза или на десятку, и каждый раз у банкомета было столько же. Просадил все деньги. Он замелся. И, наконец, проиграл вас. Взял под вас сто крон в долг, и если до послезавтра их не верну, то вы будете принадлежать уже не мне, а поручику Лукашу. Мне, право, очень жаль. — Сто крон у меня найдется, — сказал швейк. — Могу вам одолжить? — Давайте их сюда, — оживился Фельдкурат. — Я их сейчас же отнесу Лукашу. Мне, право, не хотелось бы с вами расстаться. Лукаш был немало удивлен, снова увидев Фельдкурата у себя. — Пришел заплатить тебе долг, — заявил Фельдкурат с победоносным видом. — Дайте-ка и мне карту. — А ну-ка, — сказал он, когда пришла его очередь. — Всего очко перебрал, — добавил он. — Ну, значит, играю, — сказал он, когда подошел в следующий круг. — Покупаю. — Стоп. — Двадцать, — объявил банкомет. — А у меня девятнадцать, — произнес Фельдкурат тихо, внося в банк последние сорок крон из сотни, которые одолжил ему швейк, чтобы откупиться от нового рабства. Возвращаясь домой, Фельдкурат пришел к убеждению, что всему конец, что швейка ничто не может спасти и что ему предопределено служить у поручика Лукаша. И когда швейк отворил ему дверь, Фельдкурат сказал, — Все напрасно, швейк, от судьбы не уйдешь. Я проиграл и вас, и ваши сто крон. Я сделал все, что только было в моих силах, но судьба сильнее меня. Она бросила вас в когти поручика Лукаша. Пришла пора нам расстаться. — А что, сорвали банк у вас, или же вы на понте продули? — спокойно спросил швейк. — Плохо дело, когда карта не идет, но еще хуже, когда везет чересчур. Жил в Сдерзе жестяник по фамилии Вейвода. Частенько игрывал в марияж в трактире позади столетнего кафе. Однажды черт его дернул предложить, не перекинуться ли нам в двадцать одно по пяти крейцеров. Ну, и все ли играть? Металлбанк он. Все проиграли. Банк вырос до десяти. Старик Вейвода хотел и другим дать разок выиграть, и все время приговаривал, — Ну-ка, маленькая, плохонькая, сюда! Вы не можете себе представить, как ему не везло. Маленькая, плохонькая, не шла, да и только. Банк рос, собралась там уже сотня. Из игроков ни у кого столько не было, чтобы идти ва-банк, а Вейвода даже весь вспотел. Только и было слышно — маленькая, плохонькая, сюда! Игроки ставили по пятерке и все время проигрывали. Один трубочист так разошелся, что сбегал домой за деньгами, и когда в банке было больше, чем полторы сотни, пошел ва-банк. Вейвода хотел избавиться от банка и, как позже рассказывал, решил прикупить хоть до тридцати, чтобы только не выиграть. А вместо этого сразу купил два туза. Он сделал вид, будто у него ничего нет, и нарочно говорит — шестнадцать. А у трубочиста всего-навсего оказалось пятнадцать. Но разве это не невезение? Несчастный старик Вейвода побледнел, вид у него был жалкий, а вокруг уже стали поругиваться и перешептываться, что, дескать, передергивает, и что его как-то раз уже били за нечистую игру, хотя на самом деле это был самый честный игрок. В банк сыпались крона за кроной, там уже скопилось пятьсот крон. Тут и трактирщик не выдержал. У него как раз были приготовлены деньги для уплаты пивоваренному заводу. Он их вынул, подсел к столу, сперва проиграл два раза постокрон, а потом зажмурил глаза, перевернул стул на счастье и заявил, что идет ва-банк. — Играем в открытую, — сказал он. Старик Вейвода, кажется, все на свете отдал бы за то, чтобы проиграть. Все удивились, когда ему пришла семерка, и он оставил ее себе. Трактирщик ухмыльнулся в бороду, у него было двадцать одно. Старику Вейводе пришла вторая семерка, и опять он ее себе оставил. — Теперь придет туз или десятка, — заметил со злорадством трактирщик. — Готов голову прозакладывать пан Вейвода, что вам пришел капут. Все затаили дыхание, Вейвода тянет, и появляется третья семерка. Трактирщик побледнел, как полотно. Это были его последние деньги. И ушел на кухню. Через минуту прибегает мальчонка, он был у него в учении, кричит, чтобы мы скорее сняли трактирщика, хозяин, где висит на оконной ручке. Ну, вынули мы его из петли, воскресили, и сели играть дальше. Денег ни у кого уже не было, все деньги лежали в банке у Вейводы, а Вейвода, знай свое, маленькое, плохонькое, сюда. И счастлив бы все спустить, но должен был открывать карты и выкладывать их на стол. Не мог он смошенничать и перебрать нарочно. Все просто обалдели от того, как ему везло. Уговорились, если не хватит наличных, играть под расписки. Игра продолжалась несколько часов, и перед старым Вейводой росли тысячи за тысячами. Трубочист был должен в банк уже больше полутора миллионов, угольщик из Сдерна — около миллиона, швейцар из столетнего кафе — 800 тысяч крон, а фельдшер — больше двух миллионов. В одной только тарелке, куда откладывали часть выигрыша для трактирщика, на клочках бумаги было более трехсот тысяч. Старик Вейвода пускался на всякие штуки, то и дело бегал в уборную, и каждый раз давал за себя метать кому-нибудь другому, а возвращался, ему сообщали, что выиграл он, и что ему пришло двадцать одно. Послали за новой колодой, но и это не помогло. Когда Вейвода останавливался на пятнадцати, у партнера было четырнадцать. Все злобно глядели на старого Вейводу, а больше всех ругался мастильщик, который всего-то навсего выложил наличными восемь крон. Этот откровенно заявил, что человеку вроде Вейводы не место на белом свете, и что такому нужно нападать коленкой, выкинуть и утопить, как щенка. Вы не можете себе представить отчаяние старика Вейводы. Наконец ему в голову пришла идея. «Мне нужно в отхожее место», — сказал он трубочисту. «Сыграйте-ка за меня». И так, без шапки, выбежал прямо на Мысликовую улицу за полицией, нашел патруль и сообщил, что в таком-то и таком-то трактире играют в азартные игры. Полицейские велели ему вернуться в трактир и сказали, что придут за ним следом. Когда Вейводы вернулся, ему объявили, что за это время фельдшер проиграл свыше двух миллионов, а швейцар свыше трех, а в тарелку для трактирщика положили расписку на пятьсот тысяч. Скоро ворвались полицейские. Мастильщик крикнул «Спасайся, кто может!», но было уже поздно. На банк наложили арест и всех повели в полицию. Сдерасский угольщик оказал сопротивление, и его увезли в корзине. В банке было больше, чем на полмиллиарда долговых расписок и полторы тысячи крон наличными. «Ничего подобного я до сих пор не видывал», сказал полицейский инспектор, увидя такие головокружительные суммы. «Это почище, чем в Монте-Карло». Все, кроме стряка Вейводы, остались в полицейском комиссариате до утра. Вейводу, как доносчика, отпустили и обещали ему, что он получит в качестве вознаграждения законную треть конфискованного банка свыше 160 миллионов крон. Старик от этого рехнулся, и утром ходил по Праге, и дюжинами заказывал себе несгораемые шкафы. Вот это называется «повезло в карты». Тут Швейк пошел варить грок. К ночи фельдкура, от которого Швейк с трудом отправил в постель, прослезился и завопил. «Продал я тебя, дружище!» — схлипывал он. «Позорно продал!» «Прокляни меня!» «Ударь!» «Стою того!» «Отдал я тебя на растерзание!» «В глаза тебе не смею взглянуть!» «Бей меня!» «Кусай!» «Уничтожь!» «Лучшего я не заслужил!» «Знаешь, кто я?» И, уткнув заплаканную физиономию в подушку, он тихим, нежным голосом протянул. «Я последний подлец!» И уснул, словно ко дну пошел. На другой день фельдкурат не смел поднять глаз на Швейка, рано ушел из дому и вернулся только к ночи вместе с толстым пехотинцем. «Швейк», — сказал он по-прежнему, не глядя на Швейка, «покажите ему, где что лежит, чтобы он был в курсе дела, и научите его варить грог. Утром вы явитесь к поручику Лукашу». Швейк со своим преемником приятно провел ночь за приготовлением грога. К утру толстый пехотинец еле держался на ногах и бурчал себе под нос невероятную смесь из разных народных песен. «Околоходово течет водичка, наливает нам моя милая красное пиво, гора, гора высокая, шли девушки по дорожке, на белой горе мужичок пашет». «За тебя я не боюсь», — сказал Швейк. «С такими способностями ты у фельдкурата удержишься». Итак, первое, что увидел в это утро поручик Лукаш, была честная, открытая физиономия бравого солдата Швейка, который атерпортовал. Честь имею доложить господин обер-лейтенант. Я тот самый Швейк, которого господин фельдкурат проиграл в карты». Часть вторая Институт денщиков очень древнего происхождения. Говорят, еще у Александра Македонского был денщик. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что в эпоху феодализма в этой роли выступали оруженосцы-рыцарей. Ну, кем, скажем, был Санчо Панса у Дон Кихот? Удивительно, что история денщиков до сих пор никем не написана. О том и прочли бы там, как альмавирский герцог во время осады Толеда с голода съел без соли своего денщика. Об этом герцог сам пишет в своих воспоминаниях и сообщает, что мясо его слуги было нежным, мягким и сочным, и по вкусу напоминало нечто среднее между курятиной и ослятиной. В одной старой швабской книге о военном искусстве мы находим, между прочим, наставление денщикам. В старину денщик должен был быть благочестивым, добродетельным, правдивым, скромным, доблестным, отважным, честным, трудолюбивым, словом, идеалом человека. Наша эпоха многое изменила в характере этого типа. Современный денщик обыкновенно не благочестив, не добродетелен, не правдив. Он врет, обманывает своего господина и очень часто обращает жизнь своего начальника в настоящий ад. Это льстивый раб, придумывающий самые коварные трюки, чтобы отравить жизнь своему хозяину. Среди нового поколения денщиков уже не найдется самоотверженных существ, вроде благородного Фернандо, денщика-альмавирского герцога, которые позволили бы своим господам съесть себя без соли. С другой стороны, мы видим, что в борьбе за свой авторитет, в борьбе не на жизнь, а на смерть со своими денщиками, начальники прибегают к самым решительным мерам. Иногда дело доходит до настоящего террора. Так, в 1912 году в Граце происходил процесс, на котором выдающуюся роль играл некий капитан, избивший своего денщика до смерти. Тогда капитан был оправдан, потому что проделал этот эксперимент всего лишь во второй раз. По мнению таких господ, жизнь денщика не имеет никакой цены. Денщик — вещь, часто только чучело для оплюх. Раб — прислуга с неограниченным числом обязанностей. Неудивительно, если такое положение принуждает раба быть изворотливым и льстивым. Его муки на нашей планете можно сравнить только со страданием слуг, мальчишек в ресторанах в старое время. У них чувство порядочности развивали подзатыльниками и колотушками. Бывают, впрочем, и такие случаи, когда денщик возвышается до положения любимчика у своего офицера и становится грозой роты и даже батальона. Все унтеры стараются его подкупить, от него зависит отпуск, он может походатайствовать, чтобы при рапорте все шло хорошо. Во время войны эти фавориты часто награждались большими и малыми серебряными медалями за доблесть и отвагу. В девяносто первом полку я знал несколько таких. Один денщик получил большую серебряную за то, что умел восхитительно жарить украденных им гусей. Другой был награжден малой серебряной за то, что получал из дому чудесные продовольственные посылки, и его начальник во время самого отчаянного голода обжирался так, что не мог ходить. Подавая рапорт о представлении своего денщика к награждению медалями, тот начальник выразился так. В награду за то, что в боях проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнем наступающего противника. А тот в это время обчищал курятники в тылу. Война изменила отношения между офицером и денщиком, и денщик стал самым ненавистным существом среди солдат. У денщика была целая банка консервов, в то время как в команде одна банка выдавалась на пять человек. Его фляжка всегда была полна рому или коньяку. Целый день эта тварь жевала шоколад, жрала сладкие офицерские сухари, курила сигареты своего начальника, стряпала и жарила целыми часами, и носила гимнастерку, сшитую лично ей по мерке. Денщик был в самых интимных отношениях с ординарцем, уделял ему обильные объедки со своего стола и делился с ним своими привилегиями. К триумвирату присоединялся обыкновенный старший писарь. Эта тройка, живя в непосредственной близости от командира, знала о всех операциях и стратегических планах. Отделение, начальник которого дружил с Денщиком командира роты, было лучше других информировано обо всем. Если Денщик говорил «в два часа тридцать пять минут улепить днем», то действительно ровно в два часа тридцать пять минут австрийские солдаты начинали отходить от неприятеля. Денщик находился в самых интимных отношениях с полевой кухней и с удовольствием околачивался у котла, заказывая себе разные блюда, словно он сидел в ресторане и держал в руках меню. «Я люблю грудинку», — говорил он повару, — «а вчера ты дал мне хвост. Да положи-ка мне в суп кусок печенки. Знаешь ведь, что я селезенку не жиру». Денщик был большим мастером создавать панику. Во время бомбардировки окопов душа у него уходила в пятки. В таких случаях он оказывался вместе со своим и офицерским багажом в самом безопасном блиндаже и прятал голову под одеяло, чтобы его не нашла артиллерийская граната. В эти минуты он желал только одного, чтобы его командир был ранен, и он вместе с ним попал бы в тыл как можно подальше. Своими секретами он увеличивал панику. «Кажется, уже собирают телефон», — сообщал он конфиденциально по отделениям, и был счастлив, если мог потом сказать, «уже собрали». Никто не отступал с таким удовольствием, как он. В эти минуты он забывал, что над его головой свистят снаряды и шрапнель. Не чувствуя усталости, он пробирался с багажом к штабу, где стоял обоз. Большую симпатию он испытывал к австрийскому обозу и с огромным удовольствием с ним ездил. На худой конец он удовлетворялся и санитарными двуколками. Если же ему приходилось идти пешком, он производил впечатление человека совершенно изничтоженного. В таких случаях он бросал багаж своего офицера в окопах и волок только свое собственное имущество. Если случалось, что офицер, чтобы не попасть в плен, спасался бегством, а один щик попадал в плен, то последний никогда не забывал захватить с собой и офицерские вещи, которые отныне становились его собственностью и которые он берег, как зеницу ока. Я знал одного пленного денщика, который вместе с другими прошел пешком от Дубна до самой Дарницы под Киевом. Кроме своего походного мешка и мешка офицера, избежавшего плена, он тащил еще пять различных ручных чемоданов, да два одеяла и подушку, не считая узла, которые он нес на голове. Он жаловался мне, что два чемодана у него отняли казаки. Мне не забыть этого человека, который так маялся со своим багажом по всей Украине. Это была живая экспедиторская подвода. Я до сих пор никак не могу понять, как смог он все это унести, тащить несколько сот километров на себе, потом доехать с этим до самого Ташкента, зорко охранять каждую вещь и умереть на своих чемоданах отцепного тифа в лагере для военнопленных. В настоящее время денщики рассеяны по всей нашей республике и рассказывают о своих геройских подвигах. Они, где штурмовали Соколь, Дубна, Ниш, Пиаву. Каждый из них — Наполеон. Вот я и говорю нашему полковнику, пусть, мол, позвонит в штаб, что можно начинать. В большинстве случаев денщики были реакционерами, и солдаты их ненавидели. Некоторые из денщиков были доносчиками и с особым удовольствием смотрели, когда солдата связывали. Они развились в особую касту. Их эгоизм не знал границ. Часть третья Поручик Лукаш был типичным кадровым офицером, сильно обветшавший австрийской монархии. Кадетский корпус выработал из него хамелеона. В обществе он говорил по-немецки, писал по-немецки, но читал чешские книги, а когда преподавал в школе для вольно определяющихся, состоящие сплошь из чехов, то говорил им конфиденциально, «Останемся чехами, но никто не должен об этом знать. Я тоже чех». Он считал чешский народ своего рода тайной организацией, от которой лучше всего держаться подальше. Но в остальном он был человек славный, не боялся начальства и на маневрах, как это и полагается, заботился о своей роте, поудобнее расквартировывал ее по сараям и часто из своего скромного жалования выставлял солдатам бочку пива. Лукаш любил, когда солдаты на марше пели песни. Они должны были петь, идя на учение и с учения. Шагая рядом со своей ротой, он подтягивал, а как ноченька пришла, овес вылез из мешка, тум-тария-бум. Он пользовался расположением солдат, так как был на редкость справедлив и не имел обыкновения придираться. Унтеры дрожали перед ним, и с самого свирепого фельдфебеля он в течение месяца делал агнца. Накричать он мог, но никогда не ругался, выбирал слова и выражения. — Видите ли, голубчик, у права же мне не хотелось бы вас наказывать, но ничего не могу поделать, потому что от дисциплины зависит боеспособность армии. Армия без дисциплины — трость ветром колеблемая. Если ваш мундир не в порядке, а пуговицы плохо пришиты или их не хватает, то это значит, что вы забываете свои обязанности по отношению к армии. Может быть, вам кажется непонятным, почему вас сражают за то, что вчера при осмотре у вас не хватало пуговицы на гимнастерке, за такую мелочь, за такой пустяк, на который, не будь вы на военной службе, никто бы и внимания не обратил. Но на военной службе подобная небрежность по отношению к своей внешности влечет за собой взыскание. А почему? Дело не в том, что у вас не хватает пуговицы, а в том, чтобы приучить вас к порядку. Сегодня вы не пришьете пуговицу, и значит, начнете лодорничать. Завтра вам уже покажется трудным разобрать и вычистить винтовку. Послезавтра вы забудете в каком-нибудь трактире свой штык, и, наконец, заснете на посту. И все из-за того, что с той несчастной пуговицы вы начали вести жизнь лодыря. Вот так-то, голубчик. Я наказываю вас для того, чтобы уберечь от наказания более тяжелого за те провинности, которые вы могли бы совершить в будущем, медленно, но верно забывая свои обязанности. Я вас сажаю на пять дней и искренне желаю, чтобы на хлебе и воде вы пораздумали над тем, что взыскание не есть месть, а только средство воспитания, преследующее определенную цель — исправление наказуемого солдата. Лукашу уже давно следовало бы быть капитаном, но ему не помогла даже осторожность в национальном вопросе, так как он отличался слишком большой прямотой по отношению к своему начальству и ни к кому не подлизывался. Он родился в деревне среди темных лесов и озер Южной Чехии и сохранил черты характера крестьян этой местности. Но если к солдатам Лукаш был справедлив и никогда к ним не придирался, то по отношению к денщикам он был совсем иным. Он ненавидел своих денщиков, потому что денщики ему попадались всегда самые негодные и подлые. Он не считал их за солдат, бил по морде, давал подзатыльники, пытался воспитывать их и словом, и делом. Он безрезультатно боролся с ними много лет, то и дело менял их и всегда приходил к заключению. Опять попалась подлая скотина. Своих денщиков он считал существами низшего порядка. Животных Лукаш любил чрезвычайно. У него была гардская конорейка, ангорская кошка и пинчер. Денщики, которых он часто менял, обращались с этими животными не лучше, чем поручик с ними самими, когда они учиняли ему какую-нибудь пакость. Они морили голодом конорейку. Один из денщиков выбил ангорской кошке глаз. Пинчера стегали, как только он попадался под руку. И, наконец, один из предшественников Швейка отвел бедного пса к живодеру на панкратс, чтобы его там уничтожили, не пожалев на это дело десять крон из своего кармана. А поручику он доложил, что пес сбежал на прогулки. На следующий день этот денщик уже маршировал с ротой на плацу. Когда Швейк явился к Лукашу и заявил, что приступает к своим обязанностям, поручик привел его к себе в комнату и сказал, «Вас рекомендовал мне господин Фельдкурат Кац. Надеюсь, вы не срамите его рекомендацию. У меня была уже дюжина денщиков, и ни один из них не удержался. Предупреждаю, я строг и беспощадно наказываю за каждую подлость и ложь. Я требую, чтобы вы всегда говорили только правду и беспрекословно исполняли все мои приказания. Если я скажу, прыгайте в огонь, то вы должны прыгнуть в огонь, даже если бы вам этого не хотелось. Куда вы смотрите?» Швейк с интересом смотрел в сторону, на стену, где висела клетка с конорейкой. Услышав вопрос поручика, он устремил на него свои добрые глаза и ответил милым добродушным тоном, «Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, это гардская конорейка». Прервав таким образом речь поручика, Швейк вытянулся во фронт и, не моргнув глазом, уставился на поручика. Поручик хотел было сказать «резкость», но, видя невинное выражение лица Швейка, произнес только «Господин Фельдкурат аттестовал вас, как редкого болвана». Думаю, он не ошибся. Осмелюсь доложить, господин Фельдкурат за правду не ошибся. Когда я служил на действительной, меня освободили от военной службы из-за идиотизма, общепризнанного идиотизма. По этой причине отпустили из полка двоих меня и еще одного — капитана фон Каунице. Тот господин поручик, идя по улице, одновременно, извините за выражение, ковырял пальцем левой руки в левой ноздре, а пальцем правой — в правой. На учении он каждый раз строил нас, как для церемониального марша, и говорил «Солдаты, имейте в виду, что сегодня среда, потому что завтра будет четверг». Поручик Лукаш пожал плечами, не находя слов, и зашагал от двери к окну мимо швейка и обратно. При этом швейк делал равнение направо и равнение налево, смотря по тому, где находился поручик, с таким невинным видом, что поручик потупил глаза и, глядя на ковер, сказал без всякой связи со швейковскими замечаниями о глупом капитане. Да-с, чтобы всегда у меня был порядок и чистота, и не смейте лгать. Я люблю честность, ненавижу ложь и наказываю за нее немилосердно. Вы меня поняли? Так точно, господин опер-лейтенант, понял. Нет ничего хуже, когда человек лжет. Если уж начал кто завираться, знай, что он погиб. В деревне около Пелгржимова был учитель по фамилии Марек. Этот учитель бегал за дочерью лесника Шперы. Лесник велел ему передать, что если он будет встречаться с его дочкой, то он лесник, как значит застанет их, всадит ему из ружья в задницу заряд нарезанной щетины с солью. А учитель велел передать леснику, что все это враки. Но однажды, когда он поджидал свою барышню, лесник его застал и уже хотел было проделать с ним эту самую операцию. Да учитель отговорился. Он, дескать, только цветочки собирает. В другой раз учитель сказал леснику, что ловит жуков для коллекции. Так он и врал, чем дальше, тем больше. Наконец, со страха он присягнул, что хотел только селки для зайцев расставить. Тут наш лесник его сгреб и доставил жантармом. А оттуда дело перешло в суд, и учитель чуть было не попал в тюрьму. А скажи он голую правду. Он получил бы порцию щетины с солью, всего-навсего. Я держусь того мнения, что лучше признаться, а если уж что натворил, прийти и сказать, дескать, осмелюсь доложить, натворил то-то и то-то. А если говорить насчет честности, то это, конечно, вещь прекрасная. С нею человек далеко пойдет. Но все равно, как при состязании в ходьбе. Как только начнешь мошенничать и бежать, так моментально сходишь с дистанцией. Вот, к примеру, мой двоюродный брат. Честный человек. Всюду его уважают. Сам собой доволен и чувствует себя, как новорожденный, когда, ложась спать, может сказать, сегодня я опять был честным. В течение всей этой пространной речи поручик сидел в кресле и, уставившись на сапоги Швейка, думал, боже мой, ведь я сам часто несу такую же дичь. Разница только в форме, в какой я это преподношу. Тем не менее, не желая ронять своего авторитета, он сказал, когда Швейк закончил, «Вы должны ходить в чищенных сапогах, держать мундир в порядке, и чтобы все пуговицы были пришиты. Вы должны производить впечатление солдата, а не штатского босика. Это поразительно, до чего никто из вас не умеет держаться по-военному. Из всех моих денщиков только у одного был бравый вид, да и тот, в конце концов, украл у меня парадный мундир и продал его в еврейском квартале». Поручик умолк, но вскоре заговорил снова и перечислил Швейку все его обязанности, особенно напирая на то, что Швейк должен быть верным слугой и нигде не болтать о том, что делается дома. «У меня бывают дамы», — подчеркнул он. «Иногда дама остается ночевать, если мне не нужно на другой день идти на службу. В таких случаях вы будете приносить нам кофе в постель, но только когда я позвоню, поняли?» «Так точно понял, господин опер-лейтенант. Если я неожиданно влезу в комнату, то, возможно, иной даме это покажется неприятным. Я сам однажды привел к себе домой барышню, и мы с ней очень мило развлекались, когда моя служанка принесла нам кофе в постель. Служанка с перепугу обварила мне кофеем всю спину, да еще сказала «с добрым утром». «Нет, я прекрасно знаю, как вести себя, когда ночует дама». «Отлично, Швейк. С дамами мы должны вести себя исключительно тактично», — сказал поручик, приходя в хорошее настроение, так как разговор коснулся предмета, заполнявшего все его свободное от казарм, плаца и карт время. Женщины были душой квартиры поручика. Они создавали ему домашний очаг, их было несколько дюжин, и многие за время своего пребывания старались приукрасить квартиру всевозможными безделушками. Жена владельца кафе прожила у поручика целых две недели, пока за ней не приехал муж, и вышила поручику примиленькую дорожку на стол. На всем его белье монограммы, и, наверное, докончила бы коврик на стену, если бы ее муж не прекратил эту идиллию. Другая, за которой через три недели приехали родители, хотела превратить спальню поручика в дамский будуар, и расставила повсюду разные безделушки и вазочки, а над постелью повесила ангела-хранителя. Заботливая женская рука ощущалась во всех уголках спальни и столовой. Она проникла и на кухню, где можно было видеть самые разнообразные кухонные принадлежности, великолепный подарок одной влюбленной фабриканше, которая, кроме своей страсти, привезла с собой в дом машинку для рубки овощей и капусты, прибор для нарезывания булочек, терку для печенки, кастрюли, противни, сковороды, шумовки и, бог весть, что еще. Однако через неделю она ушла, так как не могла примириться с мыслью, что кроме нее у Лукаша есть еще около двадцати других любовниц. Последнее обстоятельство отразилось на исполнительности этого породистого самца в мундире. Поручик Лукаш вел обширную корреспонденцию, завел альбом фотографий своих возлюбленных и коллекцию разных реликвий, так как за последние два года стал проявлять наклонность к фетишизму. У него хранилось несколько разных дамских подвязок, четыре пары изящных панталончиков с вышивкой, три прозрачные тончайшие дамские рубашечки, ботистовые платки и, наконец, один корсет и несколько чулок. — Сегодня у меня дежурство, — сказал поручик Швейку. — Я приду домой только ночью. Приведите в порядок квартиру. Последний мой денщик за свою лень отправился сегодня с маршевой ротой на фронт. Отдав приказание касающейся канарейки и ангорской кошки, он ушел, не приминув еще раз в дверях, проронить несколько слов о честности и порядке. После его ухода Швейк привел всю квартиру в самый строгий порядок, так что, когда поручик Лукаш возвратился ночью домой, Швейк с полным правом мог отрапортовать. Осмелюсь доложить господин обер-лейтенант, все в порядке. Только вот кошка набезобразничала, сожрала вашу канарейку. — Как? — загремел поручик. — Насмелюсь доложить господин обер-лейтенант вот как. Я давно знал, что кошки не любят канарейк и обижают их. Вот я и решил познакомить их поближе, и в случае, если бы эта бестия попыталась выкинуть какую-нибудь штуку, оттрепать ее так, чтобы до самой смерти помнила, как нужно вести себя с канарейками. Я очень люблю животных. Наш шляпный мастер выучил таки свою кошку. Сначала она сожрала у него трех канареек, а теперь уже ни одной больше не жрет, и канарейка может на нее хоть садиться. Но я тоже хотел попробовать. Вытащил канарейку из клетки и дал ее кошке понюхать. А эта уродина, не успел я опомниться, откусила канарейке голову. Ей-богу, я не ожидал от нее такого хамства. Если бы это был, скажем, воробей, так я бы ничего не сказал. А то ведь замечательная канареечка, гардская, да с какой еще жадностью жрала вместе с перьями и ворчала при этом от удовольствия. У них, у кошек, как говорится, нет никакого музыкального образования. Они бестии не переваривают, когда поет канарейка, потому что в этом ничего не смыслит. Я кошку как следует выругал, но, боже меня упаси, пальцем ее не тронул, а ждал вас. Как вы это дело решите? Что с ней, с этой паршивой уродиной делать? Рассказывая об этом, Швейк так простодушно глядел поручику в глаза, что тот, подступив было к нему с определенным суровым намерением, отошел, сел в кресло и спросил. — Послушайте, Швейк, вы на самом деле такой олух царя небесного? — Так точно, господин обер-лейтенант, — торжественно ответил Швейк. — Мне с малых лет не везет. Я всегда хочу поправить дело, чтобы все вышло по-хорошему, и никогда ничего из этого не получается, кроме неприятностей и для меня, и для других. Я только хотел их обеих познакомить, чтобы привыкли друг к другу. Ну, разве я виноват, что она сожрала канарейку? И все знакомство на этом оборвалось. Несколько лет назад в гостинице у штупортов кошка сожрала даже попугаи за то, что тот ее передразнивал и мяукал по-кошачьи. И живучи же эти кошки! Если прикажете, господин обер-лейтенант, чтобы я ее прикончил, так придется прихлопнуть ее дверью, иначе ничего не получится. И Швейк с самым невинным видом и милой добродушной улыбкой стал излагать поручику, каким способом казнят кошек. Его рассказ, наверное, довел бы до сумасшедшего дома все общество покровительства животным. Швейк проявил такие познания, что поручик Лукаш, забыв гнев, спросил его, «Вы умеете обращаться с животными? Любите их?» «Больше всего я люблю собак», — сказал Швейк, «потому что это очень доходное дело для того, кто умеет ими торговать. Но у меня дело не пошло, так как я всегда был слишком честен, хотя все равно покупатели являлись ко мне с претензиями, дескать, почему я им продал дохлятину вместо здоровой породистой собаки. Как будто бы все собаки должны быть породистыми и здоровыми. Так нет же, каждому подавай родословную». Вот и приходилось печатать эти родословные и из какой-нибудь кошерской дворняшки, родившейся на кирпичном заводе, делать самого чистокровного дворянина из баварской псарни Армина фон Баргейма. Но покупатели оставались очень довольны, думая, что приобрели чистокровную собаку. Им можно было всучить фрошевицкого шпица вместо таксы, а они только удивлялись, почему у такого редкого пса из самой Германии шерсть мохнатая, а ноги не кривые. Так делается на всех крупных псарнях. Вам бы, господин обер-лейтенант, только поглядеть на все мошенничества, которые там проделываются с собачьими родословными. Псов, которые могли бы о себе сказать, я, дескать, чистокровная тварь, говоря по правде, мало. Либо мамаша его спуталась с каким-нибудь уродом, либо бабушка, или, наконец, папаш. У него было несколько, и от каждого он что-нибудь унаследовал. От одного уши, от другого хвост, еще от одного шерсти на морде, а от третьего морду, от четвертого кривые ноги, а в пятого пошел ростом. Если же у него таких папаш было штук двенадцать, то можете себе представить, господин обер-лейтенант, как такой пес выглядит? Ну вот купил я однажды этакого кобеля, звали его Балабан. Так он из-за своих папаш получился таким безобразным, что все собаки от него шарахались. Купил я его из жалости. Был он такой заброшенный, и все время сидел у меня дома в углу, все грустил. Так что я вынужден был продать его за пинчера. Больше всего пришлось поработать, когда я его перекрашивал под цвет перца с солью. Потом он со своим хозяином попал в Моравию, и с тех пор я его не видел. Поручик и начал занимать этот доклад по собаковедению, и Швейк без помехи продолжал. Собаки не могут краситься сами, как дамы, об этом приходится заботиться тому, кто хочет их продать. Если, к примеру, пес старый и седой, а вы хотите продать его за годовалого щенка, или вы даете такого дедушку за девятимесячного, то лучше всего купите ляпису, разведите и выкрести пса в черный цвет. Будет выглядеть как новый. Чтобы прибавилось в нем силы, кормите его мышьяком в лошадиных дозах, а зубы вычистите наждачной бумагой, какой чистят ржавые ножи. А перед тем, как везти его продавать, влейте ему в глотку сливянку, чтобы пес был немного навеселе. Он у вас моментально станет бодрый, живой, будет весело лаять и ко всем лезть, как подвыпивший член городской управы. А главное вот что. С людьми, господин оберлейтенант, нужно говорить и говорить до тех пор, пока покупатель совершенно не обалдеет. Если кто-нибудь хочет купить баллонку, а у вас дома ничего, кроме охотничьей собаки, нет, то вы должны суметь заговорить покупателя так, чтобы тот увел с собой вместо баллонки охотничью собаку. Если же случайно у вас на руках только фокстерьер, а придут покупать злого немецкого дога, чтобы сторожил дом, то вы должны говорить до тех пор, пока покупатель не очумеет, и вместо того, чтобы увезти дога, унесет в кармане вашего карликового фокстерьера. Когда я в свое время торговал животными, пришла ко мне одна дама. У нее, мол, попугай улетел в сад, а там, около виллы, в это время мальчики играли в индейцев. Они, мы, поймали попугая, вырвали у него из хвоста все перья и разукрасились ими, словно полицейские. Попугай со стыда, что остался без хвоста, расхворался, а ветеринар его доконал порошками. Так вот эта дама сказала, что хочет купить нового попугая, но воспитанного, а не грубияна, который только умеет что ругаться. Ну, что мне было делать, раз никакого попугая у меня дома не было, да и на примете не было ни одного. А был у меня только злющий бульдог, совершенно слепой. Так мне пришлось, господин обер-лейтенант, уговаривать эту даму с четырех часов дня до семи вечера, пока она не купила вместо попугая вот этого слепого бульдога. Это было почище любого дипломатического осложнения. Когда она уходила, я сказал ей, пусть теперь мальчишки только попробуют и ему вырвать хвост. И больше мне с этой дамой не довелось разговаривать. Из-за этого бульдога ей пришлось покинуть Прагу, так как он перекусал весь дом. Поверьте, господин обер-лейтенант, что достать хорошее животное очень, очень трудно. — Я сам люблю собак, — сказал поручик. — Кое-кто из моих друзей взял с собой на фронт собаку. Потом товарищи писали мне, что в обществе такого верного и преданного друга фронтовая служба протекает незаметно. — Вы, я вижу, хорошо знаете все породы собак, и надеюсь, что если бы у меня была собака, вы бы сумели за ней ухаживать. — Какая порода, по-вашему, лучше всех? То есть я имею в виду собаку-друга? — Был у меня когда-то пинчер, но я не знаю. По-моему, господин обер-лейтенант, пинчер — очень милый пес. Не каждому, правда, пинчер нравится, потому что он щетинист, и волосы на морде такие жесткие, что собака выглядит словно отпущенный каторжник. Пинчеры безобразные, любо посмотреть. — А умные? — Куда до них, болваном с энбернаром? — Пинчеры умнее фокстерьеров. — Знал я одного? Поручик Лукаш посмотрел на часы и прервал швейка. — Уже поздно. Мне нужно выспаться. Завтра у меня опять дежурство, а вы можете посвятить весь день тому, чтобы подыскать какого-нибудь пинчера. Он пошел спать, а швейк лег в кухне на диван и почитал еще газету, которую поручик принес из казарм. — Скажите, пожалуйста, — заметил про себя швейк, с интересом следя за событиями дня. — Султан наградил императора Вильгельма большой военной медалью, а у меня до сих пор даже малой серебряной нет. Швейк задумался и вдруг вскочил. — Чуть было не забыл! И пошел в комнату к поручику. Поручик крепко спал. Швейк разбудил его. — Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, я не получил приказания насчет кошки. Поручик во сне перевернулся на другой бок, пробормотал три дня ареста и заснул опять. Швейк тихо вышел из комнаты, вытащил несчастную кошку из-под дивана и сказал ей, — Три дня ареста. И ангорская кошка полезла обратно под диван. Часть четвертая Швейк только было собрался отправиться на поиски какого-нибудь пинчера, как у двери позвонила молодая дама. Она заявила, что хочет поговорить с поручиком Лукашем. Около дамы стояли два больших чемодана, и Швейк успел заметить фуражку спускающегося по лестнице посыльного. — Нету дома, — твердо сказал Швейк, но молодая дама была уже в передней и категорическим тоном приказала Швейку, — Отнесите чемоданы в комнату. — Без разрешения господина поручика нельзя, — сказал Швейк. — Господин поручик приказал мне без него ничего не делать. — Вы с ума сошли? — вскричала молодая дама. — Я приехала к господину поручику в гости. — Об этом мне ничего не известно, — ответил Швейк. — Господин поручик на службе и вернется только ночью. А я получил приказание найти пинчера. Ни о каких чемоданах и ни о каких дамах ничего не знаю. Я запираю квартиру и покорнейше прошу вас уйти. Мне не давали никаких распоряжений на этот счет, и я не могу чужую, неизвестную мне особу, оставлять одну в квартире. На нашей улице у кондитера Бельчицкого оставили так вот постороннего человека в доме, а он вскрыл гардероб и удрал. — Конечно, я этим не хочу, а вас сказать ничего дурного, — продолжал Швейк, увидев, что дама делает отчаянное лицо и плачет. Но оставаться вам здесь решительно нельзя. — Ну, согласитесь сами. Раз мне доверена квартира, то я отвечаю за каждую мелочь. Поэтому еще раз покорнейше прошу понапрасну себя не затруднять. Пока я не получил приказание от господина поручика, для меня родного брата не существует. Мне, право, очень жаль, что приходится с вами так разговаривать, но на военной службе прежде всего должен быть порядок. Молодая дама, между тем, немного пришла в себя, вынула из сумочки визитную карточку, написала карандашом несколько строк, вложила это в прелестный маленький конвертик и удрученно сказала, — Отнесите это господину поручику, а я подожду здесь ответа. — Вот вам пять крон на дорогу. — Ничего не выйдет, — ответил Швейк, задетый навязчивостью нежданной гостье. — Оставьте себе эти пять крон, вот они здесь, на стуле, а если хотите, пойдемте вместе к казармам. Подождите меня там. Я передам ваше письмецо и принесу ответ. Но ждать здесь вам ни в коем случае нельзя. После этого он втащил чемоданы в переднюю и, гремя ключами, как дворцовый ключник, стоя в дверях, многозначительно сказал, — Запираем! Молодая дама с беспомощным видом вышла на лестницу. Швейк запер дверь и пошел вперед. Посетительница семенила за ним, как собачонка, и догнала его только, когда он зашел в лавочку за сигаретами. Теперь она шла с ним рядом и пыталась завязать разговор. — А вы передадите, наверное? — Передам, раз обещал. — А вы найдете господина поручика? — Не знаю. Они молча шагали рядом, пока, наконец, спутница Швейка не заговорила опять. — Так вы думаете, что вы господина поручика не найдете? — Нет, не думаю. — А где он может быть, как вы думаете? — Не знаю. На этом разговор на долгое время прервался, пока молодая дама опять не возобновила его вопросом. — Вы не потеряли письмо? — Пока что нет. — Так вы, наверное, передадите его господину поручику? — Да. — А найдете вы поручика? — Я уже сказал, что не знаю, — ответил Швейк. Удивляюсь, как люди могут быть такими любопытными и все время спрашивать об одном и том же. — Это все равно, как если бы я останавливал на улице каждого встречного и спрашивал, какое сегодня число. Так были закончены всякие попытки договориться, и дальнейший путь к казармам совершался в полном молчании. Только когда они остановились около казарм, Швейк предложил даме подождать, а сам пустился в разговор о войне с солдатами, стоявшими в воротах. Легко представить себе, какое это доставило даме удовольствие. Она с несчастным видом расхаживала по тротуару и нервничала, видя, что Швейк продолжает излагать положение дел на фронте с таким глупым выражением лица, какое можно увидеть разве только на фотографии, опубликованной в то время в хронике мировой войны. Под фотографией стояла подпись. Здесь наследник австрийского престола беседует с двумя летчиками, сбившими русский аэроплан. Швейк уселся на лавочке около ворот и рассказывал, что на Карпатском фронте наступление наших войск провалилось, но, с другой стороны, комендант Перемышля, генерал Кусманник, прибыл в Киев, а также, что у нас осталось в Сербии 11 опорных пунктов, и сербы не смогут долго бежать за нашими солдатами. Затем Швейк пустился в критику некоторых известных сражений и открыл Америку, сказав, что подразделение, окруженное со всех сторон, непременно должно сдаться. Наговорившись вдоволь, он счел нужным подойти к отчаявшейся даме и сказать ей, что сию минуту вернется, пусть она никуда не уходит. А сам пошел наверх в канцелярию, где отыскал поручика Лукаша. Поручик Лукаш в это время растолковывал некоему подпоручику одну из схем окопов и ставил ему на вид, что тот не знает, как чертить и не имеет ни малейшего понятия о геометрии. Видите? Вот как это нужно сделать. Если к данной прямой нам надо провести перпендикуляр, то мы должны начертить такую прямую, которая образует с первой прямой угол. Понимаете? Тогда вы проложите окопы правильно, не заедете с ними к противнику, а останетесь на расстоянии 600 метров от него. Но если следовать тому, как вы начертили, то нашими позициями мы заехали бы за линию противника и стали бы своими окопами перпендикулярны к неприятелю. А вам ведь нужен тупой угол. Это очень просто, не правда ли? Подпоручик запаса, который в мирное время служил кассиром в банке, стоял над чертежами в полном отчаянии и ничего не понимал. Он облегченно вздохнул, когда Швейк подошел к поручику и отрапортовал. «Осмелюсь доложить, господин поручик, какая-то дама просит передать вам это письмо и ждет ответа». При этом он многозначительно и фамильярно подмигнул. То, что прочел поручик, не произвело на него благоприятного впечатления. «Дорогой Генрих, муж гонится за мной по пятам. Мне необходимо погостить у тебя несколько дней». «Твой денщик — скотина, я несчастна, твоя — Катя». Поручик Лукаш вздохнул. Повел Швейка в соседнюю пустую канцелярию, закрыл дверь и зашагал между столами. Наконец он остановился перед Швейком. «Эта дама пишет, что вы скотина. Что вы ей сделали?» «Осмелюсь доложить, я ничего и не сделал, господин обер-лейтенант. Я вел себя, как полагается. Но вот она хотела сейчас же расположиться в квартире. А раз я не получил от вас никаких указаний, то я ее там не оставил. Ко всему прочему, она приехала с двумя чемоданами, как к себе домой». Поручик еще раз громко вздохнул. Швейк тоже вздохнул. «Что?» — угрожающе крикнул поручик. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это тяжелый случай. Года два тому назад на Войтежской улице к одному обойщику въехала барышня, и он никак ее не мог выжать из квартиры. В конце концов ему пришлось отравить и себя, и ее светильным газом, и шутке был конец. «Беда с бабьем, я их насквозь вижу». «Тяжелый случай», — повторил поручик за швейком, и никогда еще не изрекал он такой истины. Дорогой Генрих был действительно в скверном положении. Жена, преследуемая мужем, приезжает к нему гостить на несколько дней, как раз, когда должна приехать из Тршебани пани Мицкого, чтобы в течение трех дней повторить то, что она регулярно делает, раз в три месяца, когда приезжает в Прагу за покупками. Кроме того, послезавтра должна прийти одна барышня. После целой недели размышлений она определенно обещала ему позволить соблазнить себя, так как все равно через месяц выходит замуж за инженера. Поручик сидел на столе, повесив голову, молчал и думал, но ничего другого не придумал, как сесть за стол, взять конверт и написать на служебном бланке. «Дорогая Катти, до девяти часов вечера я буду на службе, приду в десять. Прошу, чувствуйте себя как дома. Что касается швейка, моего денщика, то я уже отдал ему приказ, чтобы все твои желания были исполнены. Твой индержих». «Отдайте письмо даме», — сказал поручик. «Приказываю вам обращаться с ней вежливо и тактично, исполнять все ее желания, которые для вас должны быть законом. Вы должны держать себя с нею галантно. Служите ей не за страх, а за совесть. Вот вам сто крон, потом дадите мне отчет. Наверное, она пошлет вас за чем-нибудь. Закажите для нее обед, ужин и так далее. Кроме того, купите три бутылки вина и коробочку «Мемфис».» Так, больше пока ничего. Можете идти. Еще раз напоминаю, что вы должны исполнять каждое желание барони, какое только прочтете в ее глазах. Молодая дама уже потеряла всякую надежду увидеть швейка и была очень удивлена, когда он вышел из казарм и направился к ней с письмом в руке. Швейк взял под козырек, подал ей письмо и доложил. «Согласно приказанию господина обер-лейтенанта, я обязан вести себя с вами, сударыня, учтиво и тактично, служить не за страх, а за совесть и исполнять все ваши желания, которые только прочту в ваших глазах. Приказано вас накормить и купить для вас все, что вы только пожелаете. На это получено от господина обер-лейтенанта сто крон, но из этих денег я должен еще купить три бутылки вина и коробку сигарет «Мемфис». Когда дама прочла письмо, к ней вернулась решительность, выразившаяся в том, что она велела швейку нанять извозчика. Когда это было исполнено, она приказала швейку сесть к кучеру на козлы. Они поехали домой. Войдя в квартиру, дама превосходно разыграла роль хозяйки. Швейку пришлось перенести чемоданы в спальню и выколотить на дворе ковры. Чуть заметная паутинка за зеркалом привела ее в сильнейшие негодования. Все это свидетельствовало о том, что она намеревалась надолго окопаться на этих завоеванных позициях. Швейк потел. Когда он выколотил ковры, даме пришло в голову снять и вытрясти занавески. Затем швейк получил приказание вымыть окна в комнате и на кухне. После этого дама начала переставлять мебель. Делала она это с большой нервозностью. И когда швейк перетащил все из угла в угол, ей опять не понравилось. И она стала снова комбинировать и придумывать новые перестановки. Она перевернула вверх дном всю квартиру, но понемногу ее энергия в устройстве гнездышка начала иссякать, и разгром постепенно прекратился. Дама вынула из комода чистое постельное белье и сама переменила наволочки на подушках и перинах. Было видно, что она делает это с любовью к постели. Этот предмет заставлял чувственно трепетать ее ноздри. Затем она послала швейка за обедом и вином, а сама между тем переоделась в прозрачный утренний капот, в котором выглядела необычайно соблазнительно. За обедом она выпила бутылку вина, выкурила массу мемфисок и легла в постель, а швейк лакомился на кухне солдатским хлебом, макая его в стакан сладкой водки. Швейк! раздалось вдруг из спальни. Швейк! Швейк открыл дверь и увидел молодую даму в грациозной позе на подушках. Войдите! Швейк подошел к постели. Как-то особенно улыбаясь, она осмерила взглядом его коренастую фигуру и мясистые ляжки. Затем, приподнимая нежную материю, которая покрывала и скрывала все, приказала строго. Снимите башмаки и брюки. Покажите. Когда поручик вернулся из казарм, бравый солдат Швейк мог с чистой совестью отрапортовать. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все желания барыни я исполнил и работал не за страх, а за совесть, согласно вашему приказанию. — Спасибо, Швейк, — сказал поручик. — Много у нее было желаний? — Так, примерно шесть, — отрапортовал Швейк. Теперь она спит, как убитая от этой езды. Я исполнил все ее желания, какие только смог прочесть в ее глазах. Субтитры создавал DimaTorzok